Роман Николая Островского «Как закалялась сталь» читал практически каждый житель Советского Союза. Еще при жизни писателя он был переведен на 15 языков республик нашей страны, а затем и мира. Сейчас это произведение не изучается в школе. Тем не менее музей хранит память об авторе произведения, о героическом человеке, который, будучи прикован к постели, не переставал трудиться. Николай Алексеевич начал писать здесь второй свой роман. Первый знаменитый роман «Как закалялась сталь», который стал, можно сказать, путеводной звездой для многих людей не только в нашей стране, но и за границей. Среди экспонатов, которые бережно хранятся в музее, гимнастерка бригадного комиссара, приемник, который был подарен Островскому на новоселье Азово-Черноморским пограничным управлением и настельные часы писателя, которые были остановлены в то время, когда перестало биться его сердце. Самое главное для человека – это жизнь. Не дается она ему один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Это очень прекрасный отрывок, который китайцы знают на своем языке четко и иногда даже на экскурсиях дружно его проговаривают. Это очень приятно. Основными читателями сейчас в мире являются китайцы. Они часто приезжают к нам в музей, и очень приятно, что с пятого класса, как дошла до нас информация, уже начинают изучать роман и учат отрывок, который учили наши мамы и папы. В этом доме автор романа «Как закалялась сталь» прожил всего пять с половиной месяцев. Дом был подарен писателю правительством страны, а ранее он жил в центре Сочи. Например, на доме 17-24 по улице Островского об этом напоминает мемориальная доска. Гелена Фсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.